А в Тобольске почтили память сибирского чудотворца, а в день обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского, помолиться ему пришло немало людей. Помимо богослужения, прошедшего в Софийско-Успенском соборе, состоялся и торжественный акт Тобольских духовных школ. Одним из особо почитаемых сибирских святых является святитель Иоанн. И хотя владыка занимал Тобольскую кафедру всего 4 года, с 1711 по 1715, он успел сделать очень много для прославления имени Божия. Накануне дня обретения его чистых мощей в Софийско-Успенском кафедральном соборе состоялось праздничное всеночное бдение. А в сам день праздника – литургия, которую возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий в сослужении епископов Калачинского и Муромцевского Петра, Мичуринского и Маршанского Гермогена, Ишинского и Арамашевского Тихона и Югорского и Нягонского Фотия. Для сибирской земли это радость, это великое торжество прославлять подвижников Церкви Христовой. И особенно сделать прославление это и молитву у святых мощей в Софийско-Успенском соборе, в соборе, который согрет был молитвами этих подвижников и святителей Анна, святителей Филофея и многих и многих святителей сибирских. Крестный ход, а крест Софийской Церкви, как говорится в летописных воспоминаниях обретения мощей святителя, также прошел в этот день. А затем состоялся торжественный акт Тобольских духовных школ. С напутственным словом к преподавателям и студентам обратился ректор Тобольской духовной семинарии, митрополит Дмитрий. Владыка отметил, что Тобольская духовная семинария начала 30-й учебный год после своего возрождения. Затем состоялось вручение свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации для клириков Тобольской митрополии и свидетельств об окончании миссионерско-катехизаторских курсов, проводившихся на базе Тобольской духовной семинарии.